Здравствуйте, друзья! Знакомые из России время от времени интересовались теми или иными продуктами питания и их ценами, которые здесь можно купить в Анталии. И я решил запилить полноценный обзор сравнения цен продуктов, которые продаются в России и которые продаются здесь. Я сделал запрос своим знакомым и они предоставили мне цены на общую продуктовую корзину, которую можно собрать в любом городе и в любом магазине. Эти цены были представлены из магазина «Пятерочка» Московской области. И сейчас я вам оглашу весь список продуктов, которые будут участвовать в сравнении. А именно это у нас батон нарезной, макароны, масло, рис, картофель, лук, помидоры, огурцы, морковь, капуста, голень куриная, яблоки golden, сахар, печенье, молоко, яйца, чай листовой, чай в пакетиках, кофе и сосиски. Ну вот, список у нас есть, теперь осталось только посмотреть эти продукты в магазине «Мигрос». И сейчас мы с вами переместимся в магазин, посмотрим все цены и вернемся сюда для подведения итогов. Итак, хлеб здесь немного другой, он выглядит вот так, стоит 2,5 лиры, это примерно 11 руб. В России же хлеб стоит 31 руб. Далее мы переходим к макаронам, у нас вес полкило стоит 3,90 лиры, это примерно 17,5 рублей. Также на этой же полке лежит рядом за 5,95, это уже 27 рублей. Или же есть еще одна за 5,25, это у нас 24 руб. В России же 67. Итак, у нас масло подсолнечное, 1 литр, 23,50 или 106 рублей. В России же это около 110 рублей. Итак, сейчас мы подходим к рису, у нас будет бурый и пропаренный. Это пропаренный, 21,95 или же 99 рублей. Здесь он 1 килограмм, в России же рис по 900 грамм. Или же за 11,25 у нас есть рис бурый, это примерно 50 рублей. В России же рис стоит 119 рублей за 900 грамм и 110 рублей. Итак, мы переходим к картошке. Картошка у нас стоит 5,9 лиры, это 26,5 рублей. В России картошка стоит 34 рубля за килограмм. Далее у нас идет лук. Лук здесь стоит 1,79 или же 8 рублей. В России он стоит 22 рубля за килограмм. Теперь очередь капусты. Капуста здесь стоит 1,95 лиры по скидке, это 9 рублей. Или 4,45, это 20 рублей. В России 26. Помидоры и огурцы. Здесь стоит 5,29, это 24 рубля за помидоры. 6,19, это 28 рублей за огурцы. В России стоит 134 рубля помидоры, 114 рублей за огурцы. Следующая по списку морковка. Она стоит 7,45 турецкой лиры или 33,5 рубля. В России она стоит около 50 рублей. Здесь мы нашли яблоки голден, точно так же, как и на ценнике из России. Здесь они стоят 6,90 или же 31 рубль. В России же стоят они 104 рубля. Далее у нас идёт голень куриная, 31,45, это 142 рубля. Рядом же есть ценник 34,45, это 155,5 рублей. В России это 290 рублей. Молоко 3% 1 литр 5,25 турецкой лиры или же 24 рубля против 100 рублей в России. Или же 74 рубля за дмитрогорское молоко. Так, нашли вот такие яйца. Это элька, как С1. Здесь их 15 штук за 20 лир или 89 рублей. В России они стоят 86 рублей за десяток. С чаем вышло всё немного неоднозначно, и вы дальше поймёте, почему. В пакетиках чай стоит 14,90, это 67 рублей. В России 76 рублей. Но с листовым чаем вышла неувязочка, так как мы не поняли точную стоимость. Здесь она 11 лир, это 50 рублей за 200 грамм. В России же это 350 рублей за 200 грамм. И мы постарались поискать более эквивалентную цену, и нашли полкило чая за 29,45 лиры. Это 133 рубля. Но это всё равно вышло довольно дёшево. Сахар. Сахар стоит 7,5 лир. Это 34 рубля в России. Также по скидке он стоит 51,50. Кофе у нас стоит 35,95. Это 162 рубля. В России такой же кофе стоит 389. Хочется отметить, что здесь 100 грамм, а в России 95. Мы дошли до печенья. У нас есть за 3 лиры в печенье и за 2,75. Это 13,5 рублей и 12,5 рублей. В России же пачка печенья эквивалентной массы стоит 34 рубля. Ну что сказать, цены в магазине, конечно, вышли неоднозначными. Можно много сказать о ценах и о сравнении цен России и Турции, но все выводы я оставлю за вами. Вы можете высказать своё мнение в комментариях. Хочется отметить, что цены можно было взять и ниже даже тех, что мы нашли в Мигросе, так как есть ещё более дешёвые, более бюджетные магазины, такие как А101, Бим и Шок. Также цены на овощи можно было найти и на рынках. Они там ещё более дешёвые. Но мы взяли здесь, так что у вас есть возможность сравнить цены России и Турции. А на этом я заканчиваю свой обзор. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Не забывайте про колокольчик. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!